Я Заненко Валера и сегодня мы посмотрим вместе встречу между Абельмасовым Игорем, он в синей футболке, у него рейтинг 557 и Агаповым Алексеем, у него рейтинг 516, он в красной футболке. Это финальная встреча турнира Лига ПРО категории 450. Ребята опытные, сыграли больше 100 турниров. Счет в матче сейчас 1-1. Мы смотрим третью партию и Леша повел 3-0 сразу в третьем сете. Посмотрим как сложится встреча. Мы до этого смотрели матч Игоря против Ильи Новикова. Там очень интересная встреча. Кто не видел, обязательно посмотрите. Матч очень содержательный, потому что Игорь проповедует активную игру справа, а Илья Новиков играет с двух сторон, сдерживающий теннис, катает мяч. И мы посмотрим сегодня игру с точки зрения, чтобы посмотреть за счет чего ребята могут перейти в следующую категорию. Или подняться на две категории даже. Потому что ребята молодые и у них в принципе физическая готовность есть. То есть они могут физически позволить себе играть на нескольких категорий выше. Потому что, скажем, если брать рейтинг 600 или 700, там есть возрастные нападающие спортсмены, атакующие. Такие как Олег Сухархов, Ярослав Баженов, Александр Лебацкий. То есть есть Евгений Крючков. То есть есть ребята, которые постарше. Вот. И они, значит, играют выше. И мне хотелось бы видеть вот таких вот ребят амбициозных, да, которые и физически могут себе позволить играть сильно, да. Но в чем вот проблема? Давайте разберемся. То есть справа, допустим, Игорь вращает очень приличный мяч, да. То есть крутит. А вот слева первый ход делать, как правило, хорошо по подрезке, да. А потом начинаются такие уже, скорее просто возраст мяча держат, да. То есть либо подставка, либо такой, ну вот, как сейчас откидывает вообще, да, издали. Ну а издали накидывать, в принципе, это неплохо. Вы, видимо, выигрывает очко. Причем Леша докручивал не очень уверенно, переводил вправо немощно, да. Даже если попадал бы потом Игорь бы, перехватывал бы, скорее всего, инициативу. Ну вот, и давайте подумаем, за счет чего можно подняться. То есть, во-первых, это нарастить мышцы, которые участвуют при топ-спине. Ну, скажем, вот топ-спин слева, то есть обратить внимание на вот эти вот мышцы, которые участвуют при этом в топ-спине. Потому что ребята ставят, скорее всего, такие накладки, как Technics 0.5 или TNG 0.5 и очень жесткие накладки. То есть от них отскакивает мяч, да, то есть, но прокрутить не получается. Или создать разницу, да, то есть, там где-то накрутить, где-то отыграться хорошо за счет скорости соперника. То есть, ты возвращаешься и возвращаешься примерно вот плосковатый мяч. А чтобы накладку прокрутить, это очень тяжело. То есть, может быть, посмотреть в сторону инвентаря. Поставить какую-то накладку, скажем, мягкую. Вот инвентарь, вот по своему опыту, скажу, не надо экономить. То есть, понятно, что есть накладки очень дорогие, которые там, может, бюджет не позволит. Но очень много есть хороших дешевых накладок, которых пробовать можно ставить. И игра будет улучшаться, потому что ты постоянно находишься в поиске, ты постоянно улучшаешь свои ощущения игровые. Вот, поэтому инвентарь, вот это та вот, скажем, тот аспект игры, который реально можно прибавить, если пробовать. То есть, ну, с умом пробовать, не все подряд, да, там, а именно и понимать, за счет чего ты хочешь выигрывать. Вот, скажем, если вот Игорь оставит накладку, которая у него сейчас справа, ну, это будет правильно, да, потому что он вращает, ее полностью использует. А вот слева, вот, скажем, матч с Ильбой, он вращал слева там, да, ну, откручивался скорее, откручивался, но там было вращение. Сейчас, я смотрю, играет больше плосковато. Ну, то есть, ну, если, допустим, хочешь продолжить играть в плоской игре, можно ставить короткий шип. Сейчас есть очень быстрые, есть короткие шипы, которые позволяют, ну, отбивать быстрее, чем гладко. Ну, и сопернику тяжело, потому что меньше летит очень быстрый, как правило, не крученый, а такой то плоский, то чуть с верхним вращением, то все время разный. Вот, вот о чем речь идет. Либо, если хочешь вращать, ну, во-первых, надо понимать, да, что ребята играют в финальную встречу, возможно, подустали. Три с половиной часа уже ребята находятся в зале, с перерывами играют, но вот долго находятся в зале. И вот сейчас 10-9 ведет Леша, давайте досмотрим, выигрывается. Причем, вот падает ракетка у Игоря. Игорь накатывал, накатывал, и Леша выбрал мяч и усилил. То есть, о чем я и говорил. Ну, то есть, да, то есть, возможно, что, скажем, подустали к финальной игре и уже не могут, допустим, сильно вращать мяч. Но на это надо делать расчет, потому что обычно самые ответные игры, они идут в конце турнира. И поэтому нужно, в принципе, да, рассчитывать на то, что где-то будешь не на максимум своих возможностей играть, а где-то на средней своей форме. Ну, мы видим сейчас, Игорь очень активно слева начал, собрался, да, как раз, да, ну, как собрался. Ну, вот на это сделал акцент, прям по стойке видно, да, что... Но все равно, то есть, я считаю, что должна быть такая накладка, которая позволяет играть даже, когда ты устаешь, все равно ты можешь и вращать, и подкручивать, и скидывать легко, играть за счет скорости соперника. Вот о чем речь идет. Понятно, что можно физически развиваться, да, но вот про накладки не забывайте. Вот, я вот, допустим, тоже жалею, ну, как жалею. Не всегда я раньше понимал, что надо вот пробовать разные варианты. То есть, играл, играл, думал, ладно, нормально будет. А на самом деле, потом, когда я пробовал, понял, что игру можно сильно обогатить. Вот, понятно, что не надо с ума сходить, да, но вот обогатить точно можно. Вот, сейчас Игорь повел 5-1 в четвертой партии, скорее всего, у нас ждет пятый сет. Сможет ли сейчас Леша включиться в борьбу, посмотрим. А ребята атакующие ровные, да, то есть, там, и с подачкой хорошей, и думающие, держат мяч хорошо. Ну, вот, этого недостаточно, да, чтобы просто держать мяч, потому что, если вот брать категорию повыше, да, на одну, да, там, я знаю, да, там, и солдатов, маршалов, по-моему, они выше играют, вот эта группа, и Иванов, такой спортсмен есть. В общем, смысл такой, что там уже идет через вращение все. То есть, там нет уже такого, что кто-то кому-то накатил, там, как правило, идет все через реальное вращение, хороший мяч прокрученный. То есть, на это тоже можно посмотреть. Причем, я думаю, что ребята не раз встречались с теми, с кем я назвал, может быть, даже выигрывали, да, но просто вот общая картина, которая складывается, когда я пересматриваю матчи, что здесь больше где-то могут сыграть через подставку, через накат, а там нет, там идет уже конкретно работа через вращение, через сильный, там, топ-спин прокрученный. Вот, такая вот тенденция прослеживается. 10-1, 10-2, доигрываются сейчас ребята, уже, я думаю, мыслями находятся в пятом сете. Ну, это понятно, да. Пошли к полотенцам. Потом, что еще можно отметить? Да, за счет чего можно прибавить? Ну, вот Игорь должен очень сильно использовать подачу свою, то есть, я думаю, что надо ему подавать очень много нижней, чтобы выходить первым ходом, хорошо прокручивать уже очки и зарабатывать. Почему? Да потому что ты подаешь нижней подачи, потом тебе идет подрезка, ты можешь сильно прокрутить мяч, а вот Игоря прокрутка очень сильная, серьезная прокрутка, он очень хорошо прокручивает первый ход. Вот, на этом можно прямо зарабатывать и зарабатывать очки. Но если ты подаешь плосковатую, очень верхнюю, ты сразу в катку входишь, там есть вопросы у меня к Игорю, вот по этим компонентам. Так, начинается у нас пятый сет финального матча турнира. Игорь ошибается сейчас скидкой. Посмотрим, посмотрим, как начнется. Смотрите, подачу подал какую верхнюю боковую, Игорь не ждал. Ну, почему верхнюю длинную подачу не ждал? Из-за стойки. Если высоко стоишь, уже трудно принять быструю верхнюю подачу, скажем, налево. Стойка решает много. Вот сейчас, смотрите, Леша начал прям подкручивать хорошо. Но не хватило, как мне кажется, не хватило сейчас усиления. Может быть, стоило бы зайти под заход, усилить. Ну, либо через паузу пропустить глубже мяч и сыграть уже агрессивней. Вот такие вот мысли есть по этому поводу. Так, не переигрывать сейчас Игорь, Лешу в контр-игре. Так, смотрим дальше. Что подаст? Опять такая подача провоцирующая. То есть, он специально подавал не короткую Лешу под Игорь. А Игорь полез на нее, ошибается. Тайм-аут. Берет Игорь 4-1. Так, давайте посмотрим, что придумает сейчас Игорь, чтобы сократить преимущество. Отыграл просто, получается, слева налево. А Леша здорово встретил. Прямо ждал, да? По верхмеча сыграл. Крутанул. Ну, скорость хорошая. Топс. Вот о чем я говорил. То есть, вот это вот может быть игра уже, которая на ступеньку выше. Когда ты сильно так прокручиваешь мяч слева. Потому что справа, ну, вот я не могу сказать, что у кого-то, у ребят как-то там справа, ну, скажем, слабое место. То есть, у кого-то выпадает игра справа. Не могу сказать. То есть, справа Игорь, вообще у него заточены даже хватки под правую сторону. Леша, Игорь, не видел, что Игорь давал ему Леша откровенно вправо. И там были ошибки. Нет. Но вот слева сейчас Леша демонстрирует тот теннис, о котором я говорил. То есть, это вращение либо на скорости, либо через паузу такое усиление за счет кисти. А вот Игорь переходит сейчас, ну, просто в оборонительный теннис. Просто подставляет, еле-еле не делает движения. Наверное, устало сказывается. Потому что мы видели предыдущую игру Игоря. И там он, конечно, вращал сильно каждый ход. Вот сейчас пробует как раз это сделать. Но смотрите, да. То есть, Игорь сделал ход, потом перешел в катку. То есть, не хватает. Ну, можно, да. То есть, ты сделал сильный ход. Во-первых, хорошо по двоечку сделать, продолжить. Но если, допустим, не продолжил, раз там, раз максимум. Потом опять искать усиление. А так 8-2 проигрывает. И вот Леша сейчас выходил на верхнюю подачу. Слева, да. Не попадает. 8-3. Так. Смотрим дальше. Сейчас как-то не уверенно Леша играл. 8-4. Ну, как не уверенно. То есть, ты введешь 8-2. И два раза ошибаешься сейчас слева. Вот Леша ошибается. Играл ли остро Леша? Тоже непонятно, да. То есть, первый раз точно не остро сыграл. Да и второй раз не остро сыграл. 8-4. Сокращает немножко отрыв Игорь. В пятом сете. Давайте посмотрим. Какую подачу подаст. Опять верхнюю боковую. Вот Игорь в начале сета не попал в такой мяч, да. А сейчас уже попадает. Ну, очень рискован. Подача была неприятнейшая. Такая вот средняя по длине. Леша допускает еще одну ошибку слева. Было 8-2. 8-6. Да. То есть, три раза слева ошибся. И один раз Игорь зарабатывает очко. То есть, не хватило. Что не хватает сейчас, допустим, чтобы сохранить преимущество? Как мне кажется, зайти и справа усилить. Потому что слева не получается усилить, потому как, допустим, уже мышцы немножко, да, подустали. Подустали. Или зажалась рука к пятому сету. Вот это, скорее всего. Не получается усилить. Тогда надо заходить, пробовать играть активно с захода. Потому что при таком счете, когда ты ведешь, да, очень много очков. Если ты будешь, ну, осторожничать, очень часто ты не доведешь игру до конца. Это точно абсолютно, да. Сейчас ошибается Игорь. Игорь 10-6 становится счет в пользу Леши. Игорь так толкает уверенный мяч. Скидывает, да. Скидка, вот, благодаря такой хватке у Игоря. Первый вход и скидка очень здорово у него получается. То есть, он открывает, прокручивает. Либо вот так вот переворотом отыгрывает. 10-8. Да, сейчас розыгрыш длинный проигрывает Алексей. Так, значит, Игорь выиграл при 10-6 одно активное очко, да. И сейчас даже Игорь перестраховывался, отходил от стола. 10-8 становится счет. Но все же Леша не дожал. Ага. Берет таймаут Леша. Я думаю, что таймаут надо было брать раньше. 10-6 ведешь. Допустим, попадает там уверенно Игорь. 10-7. Но есть смысл брать при 10-7. Потому что получается, что у тебя есть подумать про подачу и про два приема. Да, а сейчас, скорее всего, уже такой момент, ну, он уже задрожал, да. И уже не знает, что делать. От понятия, да, ситуации. Берешь таймаут при 10-9. Может сыграть, да. Но хотел, когда ведешь 8-2 и 10-6, хочется раньше таймаут брать. Точно. Как только мысль попала, что вот там выиграл уже, да. Надо брать таймаут и пытаться вернуть себя в игру. Ну, смотрите, да. То есть, мы видели. Другая ситуация была. Буквально 5 очков назад, когда Леша очень агрессивно играл слева. А Игорь просто оборонялся. Сейчас мы видели обратную ситуацию. Не попадает сейчас Игорь под ставкой. Вот о чем я говорю. Вот сейчас Леша зашел и усилил заходы. Вот этот теннис нужно было при 8-2. Агрессивный, там, справа, дожимать, идти уже, дожимать. Если не дожмешь, по крайней мере, не будет потом вопросов к себе. Если ты там реально играл агрессивно, не упростил игру. То есть, это правильно абсолютно. Ух, Игорь как, а? Укорачивал сейчас. Мяч завысился. И, мне кажется, даже Леша не поверил своему счастью. Да, что вот он и забегал. Очень хотел, забегал этот удар. Хотел справа завершить. Очень хотел выиграть. Ну и, соответственно, быстро выиграть нашим вид спорта не получается. То есть, надо было похитрее Леша сыграть. Может, по прямой туда переводить и дальше дожимать. А вот сейчас длинный розыгрыш уже Игорь зарабатывает. Матч-бол этим длинным розыгрышем. Первый матч-бол в этой встрече у него. Так, смотрим. Да, ошибается Леша в таком перекате, в обмен ударами. Вот такую встречу посмотрели, где Алексей не смог реализовать свое преимущество. Много очень ввел. Разобрали, почему он не смог это сделать. Посмотрели, за счет чего ребята могут подняться выше. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой встрече. О том, за счет чего ребятам прибавить. С вами был Валерий Заненко. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Счастливо. Пока.